доброе утро дорогие друзья все мы продолжаем изучать втором все собираются шалом банджур хелло ходы что сейчас начался новый месяц под названием и след такое вот слово необычное до если вот и значит начинается новый месяц а вот так секундочку странно компьютер не включается не выключается так сейчас отлично мнение сейчас включится всегда есть кнопка пока все собираются как раз он сейчас перезагрузится так хорошо дорогие друзья все ходы что те кто в теме прям знают сегодня как раз новолуния те кто не в теме должны знать что сегодня новолуния новая луна это как раз новый месяц то есть евреи живут по лунному календарю и это очень интересно значит все благословение всем друзья все поехали мы продолжаем изучать притчи царя соломона царь соломон мудрейший из людей он но он в свое время изучил всю мудрость мира он был подключен к духовному источнику к богу кроме этого он изучил все что в то время вообще было доступно для изучения и он есть предание что написал вообще 3000 книг но до нас дошло 3 до нас дошло притчи куэлит экклезиас и шираширим песни а вот сегодня в как раз талмуде с утра учил что была такая сархи сиягу он спрятал книгу рефот книгу дословно книгу выздоровление где были скрыты все тайны тайны здоровья до были скрыты и там идет целое обсуждение почему что за книга это выздоровление и кто ее написал есть очень разные версии по одной из версий написал это же шлома мэллах и он царь соломон он знал суть всех болезней всех процессов происходящих человеком он знал даже там какая травка для чего какое это для чего то есть он все знал и он написал эту книгу одна из версий есть другая версия что и он записал шим сын ноаха есть версии что это была вообще книга которая книга магическая книга магия то есть там разные версии но одна из них что царь соломон написал эту книгу и интересно но все задают вопрос а почему царь из ягу ее спрятал и почему мудрецы за это его очень хвалили и такая ценная книга которая лечила любые болезни почему он ее спрятал и ответ знаете какой меняет прям этот ответ очень удивил сегодня чуть-чуть пока все собираются я расскажу тем кто рано успели прийти ответ такой там что когда была эта книга ведь вообще зачем люди болеют почему люди болеют люди болеют от грехов то есть человек он если бы он совсем не грешил он поднимался бы на духовные духовные уровни и его духовная сущность была бы такая сильная и мощная и подключенная к богу что его физическое бы тело она бы не болела то есть тело болеет и умирает потому что в нем начинаются процессы распада там рассинхронизации разные все теперь когда человек болеет это значит что у него есть вот это вот там начинается гниение и все такое то есть это все последствия греха если чек сам не грешит это последствия греха первого человека или грехов мира потому что например человек один не грешит он такой здоровый а а вокруг все курят, например, да, и на него дымят. Он здоровый, но на него дымят, он болит начинает. Или же даже на него не дымят физически, но вокруг люди в стрессе постоянно. И они этого человека, они его своим стрессом, своими волнами, они тоже его могут сделать больным. Но зачем, почему скрыл царь Хисиягу эту книгу выздоровления? Он обратил внимание, что евреи перестали молиться Богу. То есть, когда все нормально, когда все хорошо, а зачем молиться? Смысл? Все хорошо. То есть, здоровье отлично, ну, чем молиться? Деньги есть, удовольствие есть, все спокойно. Ну, все, чего, все отлично, все хорошо. Когда человек заболевает, он начинает молиться, он начинает просить Бога. У меня самые такие, знаете, есть известная история, как один проповедник такой, проповедник, священник, он умер и попал в рай. То есть, он всю жизнь, он приближал людей к Торе, к Богу, приближал, приближал. Умер, значит, и в раю, ему показывают его место, показывают ему его место. Ну, хорошее место в раю, все отлично. И тут он смотрит, самое крутое место в раю, самое крутое место в раю. Такое прям вообще, ну, вот самое. Топ. Он говорит, а кто там, интересно, что там за человек такой в велике находится? Что он такого в жизни сделал? А он говорит, ему отвечают, это говорят, о, ты не знаешь, это Сема, зубной врач. Ему говорят, а почему Сема, зубной врач? Какая, какая, какие у него заслуги? Что, я знал Сему, ничего особенного Сема не делал. Он говорит, ну, вы знаете, если посчитать всю вашу жизнь, сколько людей на ваших проповедях искренне вернулись к Богу, то можно начитать несколько сот людей. У Семы в кресле пациента прошло через него 10 тысяч человек. И пока он ему сверлил зубы, каждый молился, плакал, просил Бога, чтобы быстрее это закончилось. Просил, чтобы Бог ему простил все его грехи, что никогда больше не будет грешить. То есть, Сема своим сверлом в кресле у стоматолога, он вернул к Богу 10 тысяч человек. А вы своими проповедями вернули к Богу тысячи человек. Поэтому у Семы на место в раю больше. Понятно, да? Поэтому царь Хисиягу спрятал книгу выздоровления, потому что перестали молиться. А так как смысл все равно человека прохождения этого мира не в том, что он в этом мире успеет использовать, а в том, насколько он духовно вырастет и поднимется на свои же собственные духовные уровни, а поднятие на эти духовные уровни, возможно, через тору, заповеди и вот эту вот духовную работу, то получается, если у человека все хорошо, он меньше молится, меньше просит Бога, чтобы Бог ему помогал. Понятно, да? Теперь, значит, мы продолжаем изучать вторую главу Мишли, притчи царя Соломона, где он объясняет по-хорошему, это называется, знаете. Можно объяснять по-плохому. Ну, это в первой главе Бог нас предупреждал, он говорит, смотрите, я, говорит, вас предупреждаю, есть зло, оно очень активное, если вы, говорит, меня услышите, будет все хорошо. В конце первой главы он говорит, в Эбутэхби и Шконбетах, в Эшумэли, тот, кто слышит меня, он будет в безопасности, а если не хотите меня слушать, то, говорит, тогда посмотрим. Хорошо. Дальше, мы во второй главе, во второй главе мы находимся на месте, что, значит, десятый отрывок был, когда войдет божественная мудрость в сердце твое, знание будет приятно душе твоей, все. И одиннадцатый мы прошли, рассудительность будет хранить тебя, логика сообразительность оберегает тебя, то есть изучение Тора еще развивает вот эти качества ума, как сообразительность, как логика, и когда ты изучаешь вот эти вот пути Торы, особенно вот то, что мы сейчас, Мишли, изучаем, это как психология Торы, то тогда у тебя вот эта твоя сообразительность, логика растет, и особенно если ты прочитал книгу Рава Акивы Тац «Маска вселенной», ты понимаешь, как за вот этой вот маской, да, за внешним миром, как за ней ты видишь того, кто создал это, то есть видишь Бога. Дальше, двенадцатый отрывок. «Ля целька мидер эхра мииш мидабер таапухот». Значит, мы изучаем Тору для того, чтобы спасти тебя от пути плохого, от человека, который мидабер таапухот, который говорит обратные вещи. Значит, вот живет обычный человек, Павел Глушец, например, да, или там Мария Кременецкая, или Ицкар Пентусевич. Вот он живет, живет себе, живет, и думает, а как же вообще, как же жить? Хочу посмотреть повыше. На кого повыше посмотреть? Включает телевизор, там позднер. Восемьдесят лет, прекрасно выглядит, вроде такие умные вещи говорит. И он, этот позднер, говорит, там, я, честно говоря, позднера не слышал, но я знаю, что у него был диспут с Равом Берлазаром, но и он отстаивал позицию, что Бога нет. Зачем тебе, позднер, отстаивать позицию, что Бога нет? Тебе восемьдесят лет. Тебе осталось в этом мире проходить там несколько лет. Куда, зачем, против кого ты вообще выступаешь? Против Бога, да? Но он красиво выступает, так внятно говорит, вроде бы, в свои восемьдесят лет. Вроде бы, там, несколько языков знает, да? По миру его поносило чуть-чуть, да? И он такой, вроде бы, симпатичный человек. Но он говорит, вот это вот как раз человек, медаберта опоход. Он из себя выдумывает какие-то идеи и концепции, которые, ну, ни к чему... Все, он уже умирает. Куда ты вообще? Ну, подумай хоть чуть-чуть, что скоро тебе придется или исчезнуть навсегда. Но даже если тебе придется исчезнуть навсегда, зачем тебе это? Откуда ты знаешь, что будет с тобой после смерти? Никто же не знает. И вот этот вот, когда ты изучаешь штору, у тебя появляются ответы на вопросы, у тебя появляются идеи. У тебя даже не ответы на вопросы появляются, у тебя появляются вопросы. Пускай хоть один человек, который утверждает любую идеологию, он ее подтвердит. Пускай даст хоть одно доказательство. Доказательства. То есть тот, кто выступает против Торы, против Бога, против духовного какого-то развития, пускай он докажет. То есть не я ему должен доказывать, пусть он докажет свою позицию. Нет у него никаких доказательств. И когда у тебя есть внутри вот этот интерфейс Торы, когда ты изучаешь книги пророков, пятикнижа Моисеева, то есть то, что Маше Робейну дал пять книг, ты изучаешь их. Вот у нас я сегодня утром послушал прекрасный урок Йомтов в Шафутинске, и он рассказывает такие вещи глубокие, то, что Реба любая частей он заметил. Это удивительная вещь, но если у тебя нет вот этих вот мыслей высоких, то тогда какой-нибудь симпатичный познер, который вообще гонит чушь непонятную, он тебя может перевести на путь зла. И все. Поэтому наш царь Соломон три тысячи лет назад предупредил, что если ты будешь изучать Тору, она спасет тебя от пути плохого и от человека, который Медаберта Апухот, который говорит обратные вещи. Все. Значит, дальше. От тех людей, которые оставляют пути прямые, идти, чтобы путями темноты. Давайте рассмотрим. Вот смотрите, есть два пути. Что такое путь Торы? Путь Торы, это ты утром проснулся, открываешь глаза и говоришь, Мудэни Лифанеха, благодарен я перед тобой, Мэлэ Хайвэ Каян, царь живой и вездесущий, Шейхизар Таби, что ты вернул в меня, Нишмати, мою душу вечную, да, Бехемла, по милосердию своему, Раба Емуна Теха, велика моя вера в тебя. Все, ты проснулся, ты соединился с Богом. Дальше ты начинаешь делать, произносить благословения, там умылся, помылся, все, помолился, одел тфелин, все, у тебя все понятно. Ты идешь по прямому пути, то есть прямой, прямой путь. Дальше ты покушал, опять помолился, дальше поучил Тору, овладел мудростью, пошел, поработал, потом пошел, поработал, потом ты должен жениться же. То есть человек по Торе, он должен жениться, у него должна быть жена, у жены должен быть муж, они вдвоем должны друг другу помогать, у них должны быть дети. Прямые пути, все просто, понятно. И так ты идешь по жизни, у тебя в день 100 благословений, у тебя в день только честные поступки, у тебя в день изучения мудрости, у тебя в день 3 раза помолился. То есть это называется прямые пути. Теперь человек оставляет Тору, у него процесс возврата к Торе называется лягзор бытшува, вернуться к возвращению. То есть у тебя все прямо, понятно, четко и красиво. Теперь человек, который от Торы уходит, называется лягзор бышейла, вернуться к вопросу. Он такой выходит и говорит, хорошо, вот это вот прямой идеологии нет, ничего мне не понятно, а что есть? Будем искать. И начинается он искать. Туда мотнулся, сюда мотнулся, там тут посмотрел Гурджиев, тут посмотрел там какой-нибудь Блавацкая, тут посмотрел Воша какой-то непонятный. То есть лягзор ли шейла, вернуться к вопросу. И ты постоянно в вопросе, ты постоянно должен себе выдумывать какую-то идеологию, все запутано, все непонятно. Вот это то, что он здесь сказал, 13 отрывок. Есть такие, которые оставляют пути прямые для того, чтобы уйти, быдарке и хошек, чтобы идти на пути, на пути темноты. То есть человек, который идет не по Торе и без Бога, то что он, значит, он получается как слепой сумасшедший, который идет в темноте по берегу реки. Вот так вот. Почему он слепой? Потому что у него нет ясной идеологии, нет света. Почему он сумасшедший? Потому что у него в голове нет четкой картины, у него, ну, то есть у него в голове он все время вынужден себе выдумывать, что делать дальше. Почему он идет в темноте? Потому что вокруг нет тех, кто ему светит путь, да, это ночь. А почему по берегу реки? Потому что опасно. Любой твой шаг в сторону, если человек идет не по Торе, то любой его шаг в сторону, конец. Значит, четырнадцатый отрывок. Есть, предупреждает нас, что есть люди, которые радуются идти делать зло. Прям есть такие люди, прям они радуются делать зло. Маньяки. Это как бы конкретная уже последняя стадия, да, когда там есть такие маньяки, которые убивают детей, женщин, режут их там на кусти, там и все такое. Это называется радующийся делать зло. Ягилубы та опухотра. Которые ликуют, когда вот это вот происходит, они написано, ликуют злу извращенно. То есть, представляете, это вообще зло умноженное на зло, и еще они радуются злу. То есть, есть такие люди, которые, они прямо конкретно выступают против, против Бога, против добра, против всего такого святого и правильного. Например, например, ну были совсем недавно, 70 лет назад, что говорить, были фашисты. То есть, это была идеология вообще уничтожения. То есть, они уничтожали евреев, они уничтожали людей больных, они уничтожали людей, которые, стариков там, например, которые были. Ну, то есть, они уничтожали всех, кого считали нужным уничтожить, например, да, все. Дальше, например, есть, и радовались этому, то есть, это у них было за счастье, как это считалось, прям нормально, производить опыты над детьми, там, ну все. То есть, это просто в голову не укладывается, и они, как бы, этому проводили парады, там, радовались. Мы уничтожим весь мир, мы всех захватим, мы всех там уничтожим, все. То есть, у них это была, ну, такая, как идеология, идеология зла. Хорошо, теперь, значит, пятнадцатый отрывок. Ашер архутеем икшим ве унелузим бемагло, бемагло там. Значит, очень описывает нам Чашлом Амеллах психологию, психологию зла, которые их пути кривые и нелузим бемагло там, и порочны в окружных петляниях своих. Представляете? То есть, они такие петляющие, и их, как бы, ну, не зацепишь, да? То есть, они, вот как было, представьте, даже возьмем теперь Советский Союз, да? Тоже же страшные вещи, когда убили там этого Михоэлса, который был, Шалом Алейхем, да, который был. Ну, в общем, убивали, вот просто люди, которые верующие коммунисты, которые там, они прям верили, что они из-за светлых идеалов. И потом их брали в тюрьму, пытали, они вынуждены были сдавать всех, кого знали. Тех хватали, тех пытали. Вообще, Майя Плесецкая родилась в тюрьме. То есть, женщины, ну, были женские колонии, мужские колонии. Говорят, что в коммунистическом режиме 50 миллионов человек прошли через ГУЛАГ. У меня у самого дедушка, прадедушка, он умер в тюрьме. Пришли, забрали, потом сказали родственникам, вы знаете, он, значит, разрыв сердца. А ему там 50 лет было, ну, был молодой, здоровый человек. Значит, пытали, сердце не выдержало, все, сказали, все, умер. А что арестовали? А у кого-то из тех, кого до него арестовали, в записной книжке нашли его телефон. Вот так вот просто. Рава Зильбер, а Зихраноцы Дикли Враха, как его арестовали? Он был учитель, а был один еврей, который у него хранил, боялся дома хранить, хранил свои какие-то, ну, ценности, да, облигации какие-то он скупал, все. Рав Зильбер, а он жил в дикобедности, но был честный. И тот у него хранил, так как он был сын Равина Казани, хранил у него свои облигации. И вот эти вот облигации у него дома лежали. А Рав Зильбер, у него копейки денег не было. И жена ему отдала, дала 5 рублей, чтобы он пошел за свет заплатить. А он должен был одному человеку 5 рублей и другому. И он думает, что же делать? За свет заплатить, жена сказала. Но я же должен одному 5 рублей и другому 5 рублей. Одному я должен 5 рублей, я у него раньше занял. А у другого я должен 5 рублей, я позже у него занял. Но ему нужнее, кому отдать? И он 40 минут думал, как ему правильно поступить перед Богом, чтобы не ошибиться. Представляете? И он, значит, стоял и думал, я слышал эту историю, он говорит, я уже сел, поехал к одному отдавать. Потом я подумал, нет, я хотя ему раньше занял, но этому нужнее. Туда, я не помню, кого он выбрал. В общем, он выбрал одного из двоих. И когда он туда приехал, а там ждала милиция, потому что того арестовали и хватали всех, кто к нему пришел. Рафзильбера арестовывают и едут к нему с обыском. Еду с обыском, находят у него эти облигации, чужие ценности. Откуда взял, все, ты ж учитель, незаконные доходы, все. Он того решил не выдавать, потому что у того, тот был пожилой человек, и он боялся, что он в тюрьме умрет. И Рафзильбер думал, если я сейчас его выдам, так он в тюрьме умрет, и на мне будет его смерть. Он говорит, все мое. А следователь ему говорит, да что ты твое, я знаю всех, кто там, ну, ты не можешь, это не твое. Он говорит, нет, мое. В общем, решил того не выдавать. А тот пришел домой, узнал всю эту историю, чьи были ценности, облигации эти. И он думает, нет, это же все-таки нечестно, что невинный Рафзильбер сядет в тюрьму. И он пришел к этим в милицию и говорит, это мои были ценности, значит все. В общем, их двоих посадили, и того посадили, и того посадили. Рафзильбера не отпустили, и того посадили. Я не знаю, правда, надо спросить у Рафа Бенцона, Зильбера, или тот умер все-таки в тюрьме, как Рафзильбер боялся, или нет. Но Рафзильбер отсидел три года, с 50-го по 53-й год, пока Сталин не умер. Это все называется те люди, которые, которые их пути кривые, и они порочны в петляниях своих. То есть те люди, которые всю эту систему придумали и создали. Вот эти все Берия, Сталин и так далее. Они знали, это были репрессии на репрессии. То есть они реально знали, что они уничтожают миллионы людей. Они это знали, они четко, осознанно уничтожали. Они готовы были уничтожить весь мир. Но красивая была идеология, которой они красиво прикрывались все лозунгами. Теперь, а зачем нам Царь Саламон все это говорил? Вот смотрите, тут сейчас идет 16-й отрывок, вообще, казалось бы, непонятный. Но, слава Богу, нам Малбим объяснил, что имелось в виду. Значит, 16-й отрывок. Значит, он все это сказал нам для того, чтобы спасти тебя от женщины чужой, от иностранки, чьи слова гладкие, чьи речи льстивы. Значит, что имеется в виду? Вот Бог дал евреям Тору, значит, вывел народ, который был в рабстве в Египте, они были рабами. Понятное дело, что любить египтян, у которых ты был в рабстве, глупо. Египтяне уничтожали евреев, то есть прям просто их жали. Зачем Богу нужно было это делать? Чтобы у евреев не было никакой идеологии, то есть они были прям ниже-ниже уже некуда, да, рабы в Египте. То есть у них детей забирали и убивали, что куда уже хуже. Вот, значит, вот эта идеология была такая сжатая. Сжатая идеология, кстати, интересно, сейчас понятная аналогия, когда фашисты убивали евреев в катастрофе, да, то после того, как... А до этого евреи в Германии, они были самыми немцами. Вся немецкая культура, все это были все в основном евреи, поэты, писатели, самые крутые немцы, как сейчас самые крутые там российские деятели культуры, которые выступают за такие... Или там есть здесь в Украине жидобандеровцы, такие уже прям самые украинисты, такие, да, это евреи. Евреи, ну, если уже еврей там украинец, ну, он будет самый украинец. Русский, самый русский. Этот самый... В Германии они были самые германисты. Так, после того, как фашисты вот то, что сделали с евреями, то, что сделали с 30-го года по 45-й, да, 6 миллионов убили, полтора миллиона детей. После этого в Израиле, когда слышали немецкую речь, это было вообще... Израиль ни в ком вообще, ни при каких обстоятельствах не хотел ничего общего иметь с Германией. То есть настолько было это такое вот, ну, они осознали и поняли, насколько Германия их уничтожила, да, потом. Сейчас уже опять все вернулось, хотя у меня есть несколько друзей, у которых дома нет ни одной немецкой вещи, вообще ни одной. То есть они такие прям сионисты, сионисты, которые служили в армии в Израиле, и которые своих детей даже сегодня воспитывают, что ничего немецкого дома быть не может, вообще. Есть у меня такой вот, ну, несколько друзей есть. Хорошо, так вот, значит, Бог специально сделал тогда в Египте, что сжал вот эту вот прямо еврейский народ, потом вывел и дал им Тору, и говорит, все, вот вам Тора, живите по Торе, все вообще... То есть прям народ священников, все у вас будет, вот все будет, все, что вам надо, только выполняйте заповеди. Понятно? Понятно. И зашли они в землю Израиля. Бог говорит, смотри, вот эти народы идолопоклонники, их зло переполнило чашу, и теперь им все, капец, уничтожение. Все. То есть вы их должны, или они будут жить по божественным заповедям, или они должны уйти, или кто не хочет уйти, хочет воевать, их уничтожить тогда. То есть понятно, понятно. Заходят евреи туда и говорят этим народам, слушайте, или уходите, или мы вас уничтожим. Те говорят, есть третий вариант, давайте мы вам будем платить налоги, нас не трогайте, мы служим идолам, вы служите Богу, все отлично. И евреи не послушали Бога, а потом началось, начали с ними жениться, начали с ними общаться, и взяли их идеологию. И после этого Бог что сделал? Выгнал евреев из Израиля. Все, не хотите жить по божественным заповедям? Значит, опять на исправление, опять на исправление. Значит, и здесь царь Соломон в иносказательной форме, как Машаль, как пример, он говорит, есть идеология божественная, она уже полностью сказана. Вот есть Тора, это по Торе надо жить, Тору надо учить, и все, это идеал, у тебя будет идеальная жизнь. Есть наказание, когда ты отходишь от Торы, от Торы ты обязательно сталкиваешься с болью, состраданием, с наказанием. Теперь, что тебя от Торы отвращает? Это зло. Есть зло, источник зла, есть люди, есть мировоззрение, которое конкретно базируется на антибожественной идеологии. И они заходят к тебе, они не заходят к тебе с таким давлением, они заходят к тебе, как жена чужая, которая иностранка, чьи речи льстивы. То есть, вот так заходят все идеологии, они заходят так по мягкому, по такому вот красивому. Ну ладно, слушай, а чего Богу служить? Слушай, ну или ладно, служи, ну давай красиво под орган. Так нельзя ж в субботу орган? Ну как нельзя орган? Ну слушай, разве Бог против органа в субботу в синагонию? Ну как может быть, чтобы Бог был против органа? Смотри, вот у немцев играет, играет, пусть и у нас играет. Давай, и реформисты, джи, в субботу орган. А потом следующий шаг, слушай, а зачем вообще суббота? В воскресенье у них орган, а у тебя в субботу орган. Давай уже в субботу назначим на воскресенье, пусть в воскресенье орган. Какая тебе разница? Ты в синагогу ходишь, тут звездочка шестиконечная, а тут крестик. Ну какая тебе разница? Давай уже если и орган, и воскресенье, давай уже и крестик повесим, и все. Все, повесили крестик. Это в Германии, так евреи отходили от Торы. Все мягко, красиво, четенько. А потом бах, евреи уже такие, министры иностранных дел, немцы, все, немцы, евреи, одна семья, все. Потом немцы говорят, секундочку, стоп. Вот здесь как раз давайте обсудим. И начинается с 33-го, с 30-х годов откат, 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 откат. Опа. И потом вдруг евреям говорят, вы знаете, все мы у вас забрали, но этого мало. Мы вас убьем, всех убьем. А никак, ну мы же так любили немцев, мы же все делали, мы же немцы. Убьем, все, до свидания. Вот так вот нас предупреждал Шлома Амелых во второй главе в Мишли, что спасти тебя от женщины, жены чужой, от иностранки, чьи речи льстивые, такие гладкие, они заходят. Все, друзья, так что будьте осторожны, будьте осторожны. Есть чистое божественное знание, которое, вот оно прям сказано в Торе. И нужно, смотрите, здесь есть все. Здесь есть все. Все, давайте сделаем свои выводы. Вот я для себя делаю вывод, что нужно увеличить. То есть я, у меня, например, пропорция, я очень много сейчас изучаю психологии, книг. Ну хотя я идеологию никакую, кроме Тора, не изучаю. Но это психология, можно назвать, что это инструмент. Но все равно нужно увеличить больше Торы, это я мой вывод для себя сделал. Больше Торы, меньше, меньше, ну хотя у меня нет никаких других идеологий, кроме Торы. Все, подумайте, какой вывод делаете вы, и сделайте для себя вывод, и сделайте для себя какой-то вывод. Все, удачи, успехов, хорошего дня. Продолжение следует...